Праздник прошел в концертном зале «Нейтрино». Специально к 40-летию медсанчасти для коллектива был подготовлен фильм об истории становления старейшего в городе предприятия. В этот день от представителей станции, руководства города и духовенства прозвучали особые слова благодарности в адрес всех работников больницы. Мы вместе выполняем одну большую государственную задачу, ту, которую ставит перед нами государство. Мы вырабатываем электрическую и тепловую энергию при, безусловно, выполнении тревоги безопасности. А вы создаете все условия, вы нас оберегаете, вы даете возможность нашему персоналу приходить и выполнять поставленную задачу здоровыми, сильными и красивыми. За это вам большое-большое спасибо. Ваша любовь к людям, она проявляется в вашей работе. И я уверен и знаю, что в ответ на это люди, ваши пациенты, те, кому вы помогаете в болезни и в здравии, и родиться, они за это любят вас. Епископ Росховский и Десногорский Милетий наградил начальника медсанчасти Алексея Азаренкова нагрудным знаком святого благоверного великого князя Ростислава Третьей степени. Самую престижную награду «Отличник здравоохранения» получили заведующий акушерским отделением Елена Швецова, стоматолог Валерий Сысоев и старшая медсестра Надежда Курзенкова. Юбилей медучреждения – большое событие и праздник для тех, кто посвятил свою жизнь самой важной и гуманной профессии на Земле. Проявляя терпение, отдавая знания и частичку души, врачи помогают своим пациентам победить недуги и сохранить здоровье. Труд врача, он связан с очень высокой ответственностью. Вот если взять акушера-гинеколога, мы ответственны за жизнь двоих – за женщину и за ребенка. И когда получается что-то не так, это очень тяжелый моральный удар. Это очень тяжелая профессия. Надо быть, иметь призвание, надо быть патриотом. Значит, у меня это получилось со школьной скамьи. Я уже думал с девятого класса пойти по медицине. Решил, что пойду в медицину, буду лечить детей, чтобы не болели взрослые. Как сказал Гиппократ, медицина поистине есть самая благородная из всех искусств. И спустя тысячелетия эта фраза до сих пор актуальна. Алина Сазонтова, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.